Ученик видит виртуальную лабораторию. Учащийся 11 класса Никита Пенкин впервые погружается в виртуальный кабинет физики. С помощью VR-очков и смартфона школьник видит окружение лаборатории и может взаимодействовать с каждым предметом. Проводить эксперименты, наблюдать за физическими процессами, которые до этого он видел лишь на картинках учебников. Это действительно очень увлекательно и интересно, как мне показалось. Думаю, что если на уроках физики будут внедрены данные технологии, обучение будет гораздо более интересным. Ученики смогут вживую наблюдать те процессы, которые они никогда бы не увидели. Учитель физики Ирина Чебакова уже не первый раз использует такую форму вовлечения детей в процесс обучения. О плюсах виртуальных уроков педагог рассказала своим коллегам из других школ городского округа. С помощью цифровой технологии можно проводить любые лабораторные работы. Например, собрать электрическую цепь любой сложности. Это безопасно, потому что многие эксперименты, демонстрации мы не можем проводить в школе из соображений безопасности для здоровья детей. Кроме того, она позволяет экономить ресурс при закупке оборудования и его износа. Потому что любое практическое оборудование, любое лабораторное средство, они все равно очень быстро приходят в негодность. Цифровые же технологии позволяют работать бесконечное количество раз. Виртуальные уроки разработаны Российским научно-исследовательским институтом по нейротехнологиям. По словам заместителей главы округа Ирины Теслевой, интерактивные уроки увлекают детей. Как следствие, высокие оценки победы на Олимпиадах. В этом учебном году на региональный этап по физике Всероссийской Олимпиады уже вышли семь школьников из Химок. Главная наша с вами задача это не упустить талантливых детей и уже в школе дать им возможность профориентироваться и получить понимание, чем они хотели заниматься. И не теряли время на поиск себя и вырастить своих ломоносовых, которые будут двигать науку, будут двигать развитие нашей с вами страны, наших химок. Ну а как быстро виртуальные уроки станут повседневностью в химкинских школах, во многом зависит от желания учителей привносить в образовательный процесс современные методы обучения.